Рэпер! Рэпер! Сегодня у меня вот здесь, как вы видите, лежит рэп разное шматьё. Я сейчас вам буду показывать, что для чего, чтобы всех вас научить, как нужно правильно одеваться, красиво, всё было, чтобы чётко. И вы не были бы похожи на этих гейских рэперов, которые вы привыкли сейчас видеть по разным телеканалам и по разным YouTube-каналам. Короче, я вам покажу просто, как нужно быть нормальным, настоящим рэпером и не быть похожим на этих геев. Давайте, короче, я сейчас возьму камеру, приближу её сюда и буду рассказывать про каждую вещь отдельно, чтобы вам было всё понятно и чётко. В будущем я, короче, хочу, наверное, открыть свой рэп-магазин и научить молодое поколение одеваться нормально, а не так, как вы сейчас привыкли видеть этих фараонов, этих джонни-боев, этих пидоров зализанных. Короче, давайте, смотрите. У меня здесь рэп-шматьё, разное рэп-шматьё. Мы начинаем с самого низа до самого верха. Вы поняли, мои дети? Поехали. Для того, чтобы выглядеть как рэпер, вам первым долгом нужно отличаться своими штанами. То есть вы не должны ходить вот в таких вот зауженных штанишках, как грёбаные геи. И не должны читать рэп в этих штанах. Это нафиг не нужно. Может, это кому не нужно, но не настоящему рэперу. Первым долгом, что вы должны себе купить, это широкие штаны. Широкие штаны. Я вот, например, живу в Москве. В Москве я знаю несколько хип-хоп-магазинов. Их стало мало, чем раньше. Но вы можете там пробить через Google, через Яндекс, где купить хип-хоп-одежду. Пока у меня, к сожалению, нет такого магазина, но в будущем я, суки, блин, открою этот магазин и научу вас одеваться. И все будут завидовать нам. Короче, покупайте широкие штаны. Они сделаны специально. Это не то, что некоторые думают. Типа, специально спустил штаны и как клоун, короче. Нет. Широкие штаны – это специальная атрибутика рэпа. Это специальная униформа, как солдату. Только это для рэпера. Короче, широкие штаны. Покупайте широкие штаны. Они могут быть разных видов. Вот, например, вот это – это самые простые классические штаны. Они у меня с Элея, Ла Стритц, Лос-Анджелес. Вот. Но вы можете купить себе черного окраса широкие штаны. Там, я не знаю, серого окраса. Разные, короче, широкие штаны. С разными узорами, без узоров. Это уже на ваше усмотрение, как вам нравится. Например, я люблю то, что было слишком мало узоров и просто смотрели широкие штаны. Вот. На карманах у меня узор вот такой череп, Ла Стритц, Элей. Вот. И, короче, вот такие вот обычные штаны. Широкие классические штаны. Вот. Первым долгом покупайте широкие штаны. Дальше что вы делаете? Дальше некоторые мне говорят, какую майку мне купить? Вы можете купить себе, я не знаю, если у вас есть деньги, можете купить себе майку с номером любимой команды. То есть, покупайте баскетбольную майку с любимой командой МБА. Либо, я не знаю, вы можете купить себе, либо еще какую-нибудь майку. Но, чтобы она была желательно широкой. То есть, большой. Чтобы не было она такой короткой до вашего животика. До пупка, короче. Вот. Широкую майку покупайте. Одевайте ее под широкие штаны, с широкими штанами. И вот вам уже стиль. Уже вы более-менее похожи на рэпер. Ну, если у вас нет такой майки, вы можете сделать себе замену и купить себе простую клеточную майку. Только, чтобы она была не узкой, а широкой. Обычная клеточная майка. Такие, кстати, носил, любил носить легендарный известный рэпер. Изи И, если вы слышали, он любил всегда носить клетчатые рубашки. Вот. Он отличался вот таким вот стилем. Вот. Если у вас нет гребаной даже клеточной рубашки, вы можете просто... Сейчас. Камера четко. Вы можете просто купить себе простой обычный балахон. Обычный балахон с широкими штанами. Очень классно сочетается. Этот стиль очень популярен в Соединенных Штатах среди черных рэперов. Они любят такой стиль. Да и я люблю такой стиль. А вообще, я люблю смешивать разные стили, короче. Короче, вы поняли, да? Широкие штаны, длинная широкая майка, либо клетчатый костюм, клетчатая, то есть, сорочка, либо чертов балахон. Вот. Дальше мы идем. Что насчет головных уборов? Головные уборы могут быть разные. Начинается все... С чего начинается? Начинается все с кепки. С гребанной кепки. Вы посмотрите, какой рисунок здесь. Импала. Вот эта кепка, да? Вот. Носите кепку с таким вот прямым козырьком. Вот. Рэперы, потому что всегда носят кепки вот с таким прямым козырьком. Они не носят вот так. Они носят вот так. Хотя, если вы более такой, знаете, ну, скромный человек, вы можете одевать вот так вот. В принципе, разницы нет никакой. Главное, чтобы вы носили широкие штаны и широкие майки. Вот. Дальше что? Дальше у нас идет дюрага. Это не гребаные чулки, как многие дебилы, умственно отсталые люди пишут. Это не чулки. Это, я не знаю, еще что. Это не тряпка. Это дюрага, запомните. Дюрага. Дюрага. Что такое дюрага? Дюрага – это такой головной убор. Такой головной убор, который одевается на голову и завязывается сзади вот такими вот шнурками. Вот. Она облегает голову. И можно сверху одеть кепку. И будет очень классный вид. Вот. И повторяю еще раз. Это не гребаные чулки. Это стиль, мать вашу. Рэп-стайл это, блядь. Вот. Или либо вот такую вот дюрагу. Ну, они разных цветов. Вот. Как бы, если вы можете посмотреть на... Такие... Дюраги любили носить такие рэперы, как Method Man, 50 Cent, Redman, ну и другие рэперы. Их много, короче. Дюрага – это один из популярных видов головного убора рэп-артиста. Жаль, что в современном мире многие дебилы даже не знают, что такое дюрага. Уже не говоря о рэпе. Вот. Зимой, если вам холодно, это там... Вот летом, например, вы можете достаточно одеть широкие штаны с кроссовками белыми или там черными, я не знаю. Одеть широкую майку. Но если зимой вам холодно, вы можете носить не кепку уже, а вот такую вот обычную шапку со знаком Нью-Йорк, либо Лос-Анджелес. Все зависит от того, какому городу вы предпочитаете. То есть, почему вот эти знаки сделаны? Это не просто так. Это только думают, вот знак, короче, все, типа прикольно. Нет, это нихрена не... Это надо знать. Вот этот знак называется Янкис, Нью-Йорк, короче. Если вы любите слушать Нью-Йоркский рэп, такие как команды Мабдим, ну и, короче, разных других, кто зародил свой рэп, хип-хоп в Нью-Йорке, то носите Нью-Йорк. Если вы любите Нью-Йорк, то носите Нью-Йорк. Если вы любите Лос-Анджелес Л.А., Лос-Анджелес Л.А., то носите Л.А. Короче, все зависит от вашего желания. Вот, то есть, зимой вы носите шапку, чтобы не замерзнуть, либо обычную шапку. Ну, главное, чтобы она была вот с такой вот верхушкой, короче, на конце. Это будет очень круто смотреться, и вы будете настоящими рэперами. И вот так, короче, ребят, нужно одеваться настоящему рэперу. Не одевать вот эти стринги, не одевать вот эту заложенную фигню, не одевать эти леопардовые стразы, я не знаю, кроссы вот эти все, а быть нормальным рэпером. Даже если ты делаешь, ну, далекую от рэп-музыку, там, смешиваешь ее с электроникой или чего-то, все равно выгляди как рэпер, все равно. Потому что у рэперов есть своя одежда. Я не знаю, почему, но с каждым годом рэп-одежду стали истреблять, ее стали, как бы, забывать. Но я этого не допущу, я буду продолжать говорить свои теории на эту тему, буду говорить. Ну, вы представляете, нотариусы Би Ай Джи, либо Тупака, либо, я не знаю, Изи И в стразах, в леопардовых кроссовках, с розовыми трусами, как дает свои концерты Лил, Уэйн. Вы представляете просто их в этой одежде? Я лично не представляю. Я думаю, они бы никогда такую одежду бы не носили. Так что я вас буду учить. Вы будете носить офигенную одежду. Я скоро открою свой рэп-магазин, если получится, конечно. И буду одевать вас в нормальные шмотки. Ну и все, короче, ребят. Не будьте похожими на вот этих всех янг-трэперов, яниксов, фараонов. А берите пример с настоящих истоков рэпа. Вот. Я сегодня завершаю передачу. Хе, передачу. Ну, как передачу. Просто завершаю вот это видео. Сегодня я хотел просто ответить вам на вопрос видеообращений. Показать вам, что, как, чего. Потому что многие меня спрашивали, как нужно одеваться настоящим рэпером. Я вам показываю. Рэпер. Широкие штаны. Там, я не знаю. Любые кроссовки, белые какие-нибудь. Ну, с таким вот подъемом. Балахоны, широкие майки, головные уборы, дюраги, цепи разных стилей. Ну и все, в принципе, вот так вот. Ну и все, короче. Если... Еще один нюанс. Если вам истинный рэпер, запомните, истинный рэпер никогда, никогда в жизни, никогда, никогда в жизни не будет стесняться своего стиля. Истинный рэпер никогда не будет стесняться носить широкие штаны. Истинный рэпер никогда не будет стесняться носить дюрагу. Истинный рэпер никогда не будет стесняться носить прямую кепку с козырьком. Если ты боишься чего-то из этих вещей одевать и выходить в них То сваливай нахрен с рэпа Я твой рот топтал Все, я завершаю этот эфир Кто меня понимает, ставьте лайк Кто не понимает, ставьте дизлайк А можете вообще просто проваливать с моего видео И с вами был Чупин Коз Оставайтесь с нами, задавайте мне вопросы Я всегда вам всем отвечу И все, короче Пока Рэппер, рэппер Уже какой-то рэпер широкий Шмотки превратились в колдотки Кеды, кеды Превратились в лабутены И вы хотите сказать, что рэп еще же в мэны Рэппер, рэппер Уже какой-то рэпер широкий Шмотки превратились в колдотки Кеды, кеды Превратились в лабутены И вы хотите сказать, что рэп еще же в мэны